всех приветствую в этом видео хотел бы рассказать про диагностику турбин на примере своих автомобилей audi a6 c7 2 литра tfc и audi a4 b8 1.8 tfc будут делать с помощью программного обеспечения vcds он же вася диагност расскажу какие должны быть параметры в теории и посмотрим что у меня выйдет на практике еще лично еще не замерял то есть не знаю для меня это будет сюрпризом каких-то проблем нет никаких ошибок нет просто делаю чисто для своего интереса по поводу ресурсов этих турбин достаточно ресурсные 300 тысяч отхаживают у многих то есть если следить за качеством масла постоянного менять регулярно не отжигать без щипа то есть если не нагружать двигатель не нагружает турбину не отжигать постоянно она достаточно ресурсная какие основные проблемы насчет у турбины есть два электронных клапана n75 который управляет за регулировку надува и n249 это перепускной клапан вот из-за них может быть появляются ошибки по низкому надуву еще есть клапан и фестгейт он находится в горячей части внутри турбины соответственно он может начать люфтить и также не держать давление на высоких оборотах официально официалы меняют турбину сборе если это в сгейт выходит из строя но есть на самом деле даже на алиэкспрессе по моему комплекты для ремонта то есть там втулка этот клапан с тарелкой и в принципе снимается ремонтируется без замены турбины так чтобы картридж там разваливался еще что какие-то механические поломки турбины на самом деле на drive 2 я особо так не припомню что встречал теперь непосредственно про саму диагностику подключаем диагностическому разъему кабель виседест к ноутбуку заходим в программу выбираем раздел управление модулями заходим в блок двигателя на относительно старых автомобилях активно вот эта вот кнопка там по блокам измерить измеряемой величины этот автомобиль уже с протоколом удс поэтому заходим вот в это и теперь здесь нам нужно выбрать необходимые параметры значит мы выбрали вот достаточно будет этих параметров значит самые важные параметры этот это давление на впуске заданная величина и фактическая величина заданную величину формирует видимо блок управления двигателем фактическую измеряют видимо на давлении также включаем обороты в минуту и скорость ну еще можно включить какой момент на двигателе значит как нужно смотреть на холостых бессмысленно нужно смотреть именно на драйве в идеале еще можно запустить график так же посмотрим он начинает серьезно лагать на виртуалке вот в идеале заданное значение должно в реальном не сильно отличаться то есть вот сейчас смотрим текущее значение 1014 соответственно 1000 убираем это атмосферное давление соответственно сейчас никакого буста нету если нажать на педаль газа можно посмотреть что будет то давление турбины практически не растет потому что автомобиль стоит на месте для этого надо выезжать нажимать педаль в пол и смотреть вот за этими графиками значит красный график у нас обороты желтый короче нас сейчас настроить графики и смотреть за ними в разных источниках встречается разная информация значит по поводу того какое давление должна выдавать стоповая турбина многие пишут что 0 8 бара то есть беседесе нужно увидеть значение 1800 то есть если 1800 набирает то это хороший показатель если меньше то плохо также многие пишут что в каких-то случаях турбина может давить 1 и 2 то есть 2200 будет видно на этом беседесе если уже больше чем 2200 то это тоже не хорошо потому что это перейдув скорее всего какой-то клапан вышло строя какой значит при каких оборотах двигатель набирает максимальную тоже разница информация кто-то пишет что от 1800 начинает дуть то есть по графику максимального крутящего момента кто-то говорит что нормальный выход начала буста от двух до двух с половиной тысяч в этом диапазоне и уже максимальная производительность турбины около трех с половиной тысяч оборотов соответственно сейчас я прогрел двигатель до 90 градусов выключаю кондиционер и еду уже на дорогу проверять у нас Ну, сейчас особо не разогнаться, поэтому я выйду на кат, там уже попробую на высоких оборотах. Тут камера, поэтому 80 лет. Сейчас не сильно разгоняюсь, потом педаль в пол. Медаль в пол. Тут особо не погоняешь. Что-то совсем новая идея. Похоже, я попал в пол. Вот, сейчас освободилась. Значит, нажимаю, педаль в пол. Надеюсь, на компьютере это видно, потому что на ноутбук я не могу смотреть. По ощущениям, где-то 1800, как раз таки, турбина подхватывает у меня. Педаль в пол. Ну, это не было педаль в пол. Все-таки трафик большой. Решил еще один заезд записать, коротенький. Для того, чтобы понимать, на каких оборотах появляется буст. То есть, хочу сделать плавный разгон. Сейчас плавно пытаюсь ускориться. Педаль в пол. Педаль в пол. Педаль в пол. Педаль в пол . Педаль в пол. Педаль в пол. Теперь выбираю те же самые параметры. И еду проверять давление на А4. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...